Здравствуйте, добро пожаловать на канал 5 капель. Сегодня мы погружаемся в мир эксикаторов, сравниваем нюансы различий между моделями из темного и светлого стекла и исследуем их широкое применение как в лаборатории, так и дома. Эксикаторы из темного стекла с характерным янтарным оттенком обеспечивают непревзойденную защиту от ультрафиолетового и видимого света, предохраняя светочувствительные материалы от разрушения. Это важнейшее преимущество перед эксикаторами из светлого стекла, которые лишены этой защитной функции. В лабораториях эксикаторы из темного стекла играют очень важную роль. Они необходимы для хранения химикатов, чувствительных к ультрафиолетовому излучению, органических соединений и любых веществ, которые могут вступать в реакцию или разлагаться под воздействием света. Их применение простирается от фармацевтических разработок до фотохимических исследований, где контроль воздействия света имеет первостепенное значение. В домашних условиях эти эксикаторы защищают самодельные фармацевтические препараты, растительные экстракты и даже чувствительные электронные компоненты. Они также идеально подходят для фотографов или любителей, которые работают со светочувствительными материалами и которым требуется контролируемая среда для предотвращения нежелательных реакций. Будь вы профессиональным ученым или студентом проходящим практику в лаборатории, правильный выбор размера от компактного 150 мм до вместительного 300 мм гарантирует безопасное и эффективное хранение ваших светочувствительных материалов. Для ускорения сушки в лабораторных эксикаторах эффективно использовать осушитель, такой как силикогель или активированный оксид алюминия, на дне. Эти материалы быстро впитывают влагу, ускоряя процесс сушки. Кроме того, обеспечение того, чтобы образцы были разложены равномерно и не были переполнены, может улучшить циркуляцию воздуха, способствуя более быстрой сушке. Эксикаторы с темного стекла – это больше, чем решение для хранения. Это защита ваших важных проектов. В лаборатории или дома, это гарантирует, что ваши образцы останутся незагрязненными внешним освещением. Мы надеемся, что наш обзор был полезен для вас. Если это видео показалось вам полезным и интересным, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Все вопросы оставляйте в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем обзоре. Субтитры создавал DimaTorzok